Добрый день, уважаемые любители баскетбола во Владимирской области. От лица Федерации баскетбола поздравляю вас с началом нового сезона. В этом году у нас большие изменения. Мы наконец-таки зашли под эгиду межрегиональной баскетбольной любительской лиги MLBL. И с этого сезона в нашей области в первой группе появляется статистика, появляется сайт, на котором вы сможете следить за, опять же, за онлайн-статистикой. Вы сможете следить за статистикой других регионов и понимать, насколько ты крут в стране. Хочу добавить, что с этого сезона очень жесткие требования к командам относительно формы. Она должна быть согласна правилам FIBA, одного доминирующего цвета. Я понимаю, что очень много проблем, но мы должны соответствовать этим критериям. Потому что сейчас мы, как я считаю, переходим на один из путей развития баскетбола в нашей области. И мы должны полностью соответствовать тем требованиям, которые к нам предъявляет MLBL. У нас появится сайт, наконец-то. Мы очень долго к этому шли, и сейчас он появится. Я думаю, что сейчас уже в суровых реалиях жизни федерация без сайта, ну, как минимум, это смотрится несерьезно. С этого года MLBL предоставляет нам сайт. Все любители смогут следить не только в группе ВКонтакте, но и на сайте за всеми результатами. Мы будем стараться постоянно пополнять его новой информацией. Что касается географии, есть возможность играть в радужном. И мы всегда там играли. Очень хороший комплекс отремонтировали в Собинке. И много туров второй группы, ну и первой в том числе, будут проходить в радужном. Будем играть в Александрове, в Кольчугино. Будем играть в Вязниках. По-моему, все, наверное, из залов. Других возможностей пока нет. Но такого не будет. Мы будем опираться на регионы. Во Владимире, к сожалению, пока с залами большая напряженка. Да, что нам дает МЛБЛ? Чемпиона среди женщин и среди мужчин мы отправляем на финал МЛБЛ ЦФО. Если мы успешно выступаем и там, мы отправляемся на суперфинал, который обычно проходит в Севастополе. В этом году был в Москве. Я на нем был. Я скажу, что ряд команд нашей области не уступают по мастерству присутствующим там командам. И я надеюсь, что в этом сезоне мы докажем свою состоятельность. Чемпион МЛБЛ – это конечный результат. Это чемпион страны среди любителей. Первый момент, в котором мы обратили внимание, и уже были вопросы. Участники соревнований. 15 лет на день игры. До 15 лет никаких справок специальных, родительских бумаг, что разрешают, не разрешают. Чемпион МЛБ. 15 лет на день игры. Не моложе 15 лет на день игры. Обратить на это внимание. Дальше. Вот этот момент заявочного состава 18 игроков. До заявки разрешены в течение всего игрового сезона. Что у мужчин, что у женщин, а у мужчин и в первом сезоне. Обратите внимание. До заявки разрешены только в этом числе. Если вы в первый день заявили 18 человек, то до заявки у вас не пройдут. Поднимательный сезон. Здесь, в предварительном регламенте прописано не более 21 человека. Действительно, приехали с вами водитель, там спонсор. Нет проблем. Выносите заявку. Пусть они сидят на скамейке, но выходите за них. Технический полк при условии игроков плохого проведения. А так, пожалуйста, люди, которые нам дают деньги на баскетбол. Мы не можем их не дать. Какие-то врачи сопровождающие. Этот персонал обязан отпускать. Если вы сомневаетесь, протестуете, записываете игру вместе с видеозаписи. Там электронный экран подается... Тоже поясню ситуацию. Если вы подаете протест и говорите, вот он свистнул неверный фолк. Судья свистнул неверный фолк. Если у нас нет видеозаписи, мы не можем определить. Что-то субъекты подаются, протесты. Конечно. На результаты начинают что-то. У меня есть еще одно наполнение, если субъектить. Можно вам зачем-то изучить? Смотрите. Виктор Косякович, почему-то не сказал, но это и есть в рекламенте, да? Ветераны. Да. Присаживайтесь. Смотрите. Большое пожелание. Пока это в рекомендательном порядке. Вот это тот стиль, которым тренер должен подходить. На игру. По возможности. По возможности. Чемпионат области среди мужских команд, почему из нос вырос, теперь мы обязаны обслуживать со статистами каждую игру. То есть на каждый день будут онлайн-отчеты. Это все будет уходить в ММБЛ, в любительскую реву. Чтобы наша команда, победитель нашим чемпионат в следующем году мог выступать в первенстве России среди любительских команд. То есть мы перечисляем туда взнос, так же от нашего чемпионата. И идем в статистику. Статисты у нас наравне с секретарями будут оплачиваться. С этого года, с 1 октября, уже вступили в силу изменения в правилах. И они достаточно фундаментальные. Основная задача сегодняшнего семинара, чтобы мы все их освоили, и у нас было одно понимание. Потому что, да, будет неразбериха в начале сезона, но за месяц мы должны прийти к тому, чтобы каждый из нас понимал, как использовать изменения. Начинаем с... РФБ рекомендует нам презентации. В принципе, они подготовлены очень хорошо, поэтому должны работать по ним. По игровой форме. Виктор Петрович не сказал, скажу я сразу. В этом году, вы знаете, да, что у нас цвет маек не может отличаться от цвета шелка. И те команды, у которых нет целостной формы, просьба ее сшить. Иначе, ну, нам придется применять какие-то санкции. Потому что мы должны играть по правилам. Это требования. Теперь, что касается формы. Мы знаем, да, как было в том сезоне и в предыдущих сезонах. У команды экипировка должна была быть одного цвета. Но обязательно черного или белого. И для всех членеров команды. Сейчас правило изменено. И теперь экипировка должна быть одного цвета, но любого для всей команды. Если у вас у игроков на коленях и у всех синего цвета, значит они могут играть в синих. Но у каждого игрока должны быть синие. Красные, значит красные. То есть ушли мы от чего? Были только черные и белые. Теперь для команд предоставляется вариация. Вот сразу вопрос. Половета синих, половета красных? Нет, снимаем. Снимаем что-то. Всех снимаем? Всех не снимаем. Они могут остаться в синих или в красных. Если у пяти игроков в синих, у пяти в красных. Кто-то должен снять. Пять игроков в расстоянии, пять плюс играют в синих. Или наоборот. Это команда решающая? Нет, конечно команда. Просто речировка должна быть однотонная. Что касается медицинских наколенников. Медицинские наколенники разрешены любого цвета. Что у нас было в том сезоне за технический фон? И в предыдущих сезонах. Так, остановка игры. Судья дает технический фолк. Показывает корму. Второй судья спрашивает у тренера, кто будет пробивать штрафной бросок. Мы пробивали один штрафной. Отдавали мяч команде на владение. Что теперь? Моя команда контролирует мяч. Я веду мяч. И высказываю что-то судье. Мне что-то не понравилось. Он дает мне технический фолк. Дальше. Незамедлительно идет процедура пробития в мое. Кольцо технического фола из одного штрафного броска. И теперь не предоставляется владение командой. То есть мы пробили сразу, незамедлительно, один штрафной бросок. И дальше отдали мне мяч. Я получил технический фолк. Мне пробили. Дальше отдали мяч. У меня оставалось 20 секунд на атаку. Я продолжаю вести мяч. У меня остается 20 секунд. Остается у меня секунда на атаку. Я получаю технический фолк. Мне кольцо идет пробиваю технический. И у меня одна секунда на атаку. С места ближайшего к тому, где произошло. Айтем не попал. Еще раз. Айтем не попал. Неважно. Неважно попал, не попал. Стою пожар. То же самое, да? Я выводил мяч в течение 6 секунд в столовой зоне. Получил технический фолк. И у меня на вывод из столовой зоны осталось 2 секунды. Продолжаем. Ну, к сожалению, нам до этого далеко пока. Но мы должны знать. В случае, если щит оборудован желтой световой полосой по периметру сверху, световая полоса имеет приоритет на звуковых сигналах. Устройство ошло за временем. Я вывожу мяч в своей столовой зоне. Совершаю пробежку. Мяч передается команде соперников. Все верно? И у команды соперников 14 секунд на атаку. Не 24. Если они владеют в своей передовой зоне. То есть, если я в своей зоне совершу полноводение, пробежку, пронос, двойное ведение, и мяч передается команде соперников, которые имеют право на владение в своей передовой зоне, у них на атаку всегда 14 секунд. Если я выводил мяч и нарушил правила восьми секунд, не вывел мяч правильно из тыловой в передовую зону, выбрасывание предоставляется другой команде с 14 секундами на атаку. Как у нас было в том сезоне и предыдущих. Тайм-аут. И мы автоматически переносили вбрасывание в передовую зону. Правильно? 24 секунды на атаку было у команды, они владели в передовой зоне 24 секунды. Что теперь? Тренер берет тайм-аут. И после тайм-аута старший судья к нему подходит и спрашивает, тренер, откуда вы будете владеть? И он отчетливым жестом после тайм-аута должен указать оттуда или из передовой. Если он владеет из коловой зоны, у него остается времени, сколько оставалось на момент выхода мяча. Если после забитого, то 24 секунды, соответственно. Если он переводит вбрасывание в передовую зону, то у него остается 14 секунд на атаку. Понятно, да? В чем интересная процедура? Мы очень много спорим. Команда соперников, как мне кажется, поставлена в невыгодные условия, потому что в тайм-ауте они не знают, откуда будет выброситься мяч и команда защиты. Но Фиба говорит, что будет так. Мы после забитого мяча, игрок имеет право двигаться вдоль лицевой линии, неважно сколько методов, да? То есть он может бегать с мячом и искать перегачу. И то же самое после тайм-аута. Забили, вбрасывание после тайм-аута из лицевой линии. Судья отдаёт мяч, и игрок имеет право также делать движение. А с боковой нельзя? За боковой нельзя, соответственно. Раньше мы в том сезоне, не спортивный фолк, два броска, и мы вбрасывали, под ногами у нас была центральная линия. Правильно, мы на игроках оставили? Надеюсь. С этого сезона, с 1 октября, всё вбрасывание проводится с линией вбрасывания в передовой зоне. И, соответственно, 14 секунд на танк. Неспортивный фолк, два броска, линия вбрасывания, 14 секунд. То есть независимо, в каком месте был фолк. Да, независимо, в каком месте был фолк. Технический фолк должен быть пробит незамедлительно. Даже если мы пробиваем шторфные броски, игроку предоставляется два шторфных броска, он пробивает один, в этот момент тренер, тренер его команды получает технический фолк. Мы пробили один, незамедлительно идём бить технический фолк, и потом возвращаемся добивать ещё один. Технический фолк незамедлительно пробивается, вне зависимости от чего-либо. Обоюдный фол определение. Обоюдный фол – это ситуация, в которой два соперника совершают персональные фолы друг против друга приблизительно в одно и то же время. Для того, чтобы рассматривать данные два фола в качестве обоюдов, должны соблюдаться следующие условия. Оба фола являются фолами игрока, оба фола включают физический контакт, оба фола происходят между соперниками, которые фолят друг на друге. Оба фола подлежат одинаковому наказанию. Тём была проблема, да? Мы фиксируем фол в защитнике. После этого отмашка нападающему. Мы даём неспортивный фолк, но в том сезоне этого уже не было, а два сезона назад это был обоюдный фолк. То есть вы понимаете, что наказания разные. В фол защите отмашка ловим неспортивный фолк, но мы показывали это как обоюдный фолк. Теперь всё поменялось, да? Если мы даём фол защитнику, потом даём фолл неспортивный за отмашку, мы пробиваем, идём пробиваем два штрафных броска за неспортивный фолк. Если пять командных у команды, которая фолила в защите, мы пробиваем два штрафных броска без борьбы и предоставляем после неспортивного фола команде владение в передовой зоне с четырнадцатью секундами. Понятно? Пока всё весно. Если есть вопросы, спрашиваем, спрашивайте страну. То есть если команда получила пять в полос, вы получаете шестой неспортивный, мы пробиваем всё равно два или три? Если команда получила... Нет, тут ситуация немножко другая. Если команда получает фолк за пятой командное замечание, а потом неспортивный фолк, мы пробиваем четыре. За пять командных два броска, за неспортивный два броска, четыре и владение четырнадцать секунд. Два нагаждания. В одной атаке можно... Просто... Ситуация простая. Игрок идёт в проход. Нет, это без спорта. Смотрите, где мы... Фильмом по ситуации. Игрок идёт в проход, на нём полпокировки. После этого центровой, пытаясь остановить непрерывное движение к кольцу, игрока нападающего совершает ещё грубый фолк. На нём. На игроке, на котором уже сфалили. Игрок должен пробивать четыре, потому что первый фолл он заработал. Это два броска, который нужно пять командных. И ещё два броска, за то, что на нём повторно сфалили. И спортивный фолк. Раньше как было. У нас игроки выбегают на площадку во время драки. И участвуют в драке. Что мы им ставили? ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ разнять или просто стоит на площадке вышел он должен быть дисквалифицирован потому что он покинул зону сканейки команды во время драки но только не согласно статье дисквалифицирующий фолл и он не должен пропускать последующие игры если он участвует в драке активно то есть там пытается кому-то ударить там толкается тогда он должен быть дисквалифицирован согласно статье дисквалифицирующий фолл и соответственно получить наказание которое должно должен нести за дисквалифицирующий фолл то есть там пропуск двух игр и далее наложенные станции если игрок вышел на площадку и такое часто бывает что у нас игрок выходит на площадку и мужики успокойтесь а мы ему даем д и он тоже пропускает две игры потому что он вышел на площадку покидает зону скамейки команды игрок во время драки но не участвует в драке тренер получает за то что у него игроки вышли со скамейки команды технический фолл что пробивает технический фолл один штрафный бросок если игрок выходит на площадку и участвует в драке два штрафных броска потому что он дисквалифицирован по статье дисквалифицирующий фолл понятно и так за каждого ну я не знаю когда у нас появится видео повтор если у нас будет позволять видеосъемка в режиме онлайн посмотреть видео но только ни в коем случае нельзя этим пользоваться когда у нас снимается игра на телефон мы не знаем что произошло и ряд судей мне уже говорили во время ты пойдем посмотрим спасибо большое спасибо что она помогает но я не могу к нему пойти наверх искать ну включи мне что там было сейчас глядя как только у нас будет оборудовать позволять тогда мы сможем и не нужно реагировать на болельщиков которые бегут к вам с телефоном смотри смотри здесь все видно поэтому вы не можете принимать решение нет видеоповтора собираемся помещается принимаем общее решение какие требования для оборудования они определенные профессии мы сейчас можем их открыть но они очень серьезные и у меня такая просьба к вам товарищи судьи бывают ситуации бывают ситуации когда вы судите игру что-то произошло к вам подходит партнер и спрашивает что что ты видел если вы ничего не видели ничего не нужно говорить из я ничего не видел не нужно начинать говорить ну вроде он также толпнул его вроде elementos и этого не должно быть если вы уве returned помогаете раху если вы не уверены он помощь не нужна потому что я там прибежал партнеру форсил учет и видел вот он сказал да так д transformations потому если на pes chancellor ç Austin полку этого а 2 4 по моему ему ответил но я по моему и дисквалифицировал пришел в гостиницу пришел в гостиницу включил видео ни один из игроков, которых я дисквалифицировал, не участвовали в драке спасибо за помощь что происходит когда игрок выходит на площадку и участвует в ситуации драки ему записывается дисквалифицирующий фол, верно? но и тренеру записывается технический фол за покидание зоны, скамейки команды игроками нет, нет, нет общий за всех выбежал из шесть игроков выбежал из шесть игроков один технический фол тренер да, все понимают, как у нас закончится игра если у нас игроки все поучаствовали в драке если у нас остается меньше двух игроков игра заканчивается, если решением права обе команды проигрывают игру решением права тракт обе команды игру, их закончились игроки закончились и там, и там решение права у обеих команд секретарям разрешено зачеркивать очки как правой косой косой чертой, так и левой то есть теперь вы можете зачеркивать либо так, либо так наконец-то процедура продать подачи протеста внимание, внимание, минутка осталась уточнено, что команда должна предоставить причины подачи протеста в письменном виде старшему судьбе не позднее, чем через час один час после окончания игры если у вас в протоколе расписался тренер вы должны в течении часа старшему судье еще написать бумагу, ни на каких обратных сторонах протокола мы ничего не пишем берем бумажку пишем на ней причины и отдаем старшему судье в течении часа если вы отдадите через час 20 но ваши права ущемлены и протест не будут рассмотрены а какое наказание дать тренера, которые задерживают постоянно в начале игры, когда берут тайм-аут? пожалуйста, тайм-аут если тренер не выпускает игроков на площадку второй тайм-аут если тайм-ауты закончены, технически фон тренера а потом не заканчивается уже всё закончится Л bere завязаны нынде технически фоном показали на вы все а 뭐가 мы Субтитры сделал DimaTorzok